Всем привет! В эфире Универ Ньюс и с вами я, Валерия Муратова. Итак, сегодня вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следующий сюжет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ставра в области образования Портландского государственного университета США. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За день до встречи с студентами и преподавателями Казанского федерального университета Али Рашид Аль-Нуайми встретился в Казанском Кремле с государственным советником Республики Татарстан Ментимером Шеймиевым. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о возможных направлениях сотрудничества между Татарстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами в области исламского образования, сообщает пресс-служба президента Республики Татарстан. Камиль Гимаздинов, Виолетта Басова, Универ Ньюс. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совсем недавно в Казанском университете завершились Дни Роснефти. Сейчас же проходят технологические дни Газпромнефть. Организаторами мероприятия выступает Институт геологии и нефтегазовой технологии КФУ. Все подробности – далее. В Казанском университете проходят технологические дни Газпромнефть. Руководители ПАО «Газпром» посетили Институт геологии и нефтегазовой технологии КФУ. Визит делегации начался с ознакомления с материально-технической базой университета. Я руководил направлением по томографии и микроскопии в компании. И, по сути, мы ищем партнеров в виде вузов, издательских институтов, в которых есть опыт, оборудование, необходимое для исследования наших образцов керна. 2 апреля состоялся круглый стол на тему «Современные методы работы с данными и разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами». «Сегодня у нас, скажем так, основной день встречи с представителями Газпромнефть МТЦ. На сегодня намечены два ключевых мероприятия. Первое – это подписание меморандума между технологическим центром БАЖЕН и КФУ, которое подразумевает активное взаимодействие в рамках изучения трудноизвлекаемых запасов и разработки эффективных технологий для их извлечения. Второе мероприятие – это, собственно говоря, обсуждение консорциума по трудноизвлекаемым запасам». В ходе круглого стола были обсуждены наработки, включая их актуальности для Газпромнефти. «Я думаю, это будет, скажем так, началом такого крупного проекта, крупного эффективного проекта по разработке технологий для трудноизвлекаемых запасов. А их у нас немало, и они присутствуют не только в Татарстане, то есть они присутствуют во всей Волго-Уральской провинции». 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Им страдают преимущественно дети. Разработкой реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного возраста детей с расстройством аутистического спектра занимается ученый Институт психологии и образования КФУ. Этот проект получил статус федеральной инновационной площадки. А теперь к другим новостям. Учителя и преподаватели истории и общества знания приехали в КФУ для обсуждения проблем гуманитарного образования. Подробности мы расскажем в следующем сюжете. В Институте международных отношений Казанского федерального университета состоялось расширенное заседание Президиума Всероссийской общественной организации Ассоциации учителей истории и общества знания. Отделения ассоциаций есть практически во всех регионах. Ими к общему направлению обучения добавляются дисциплины, связанные с местными особенностями и историей. Ассоциация Татарстана одна из лучших, наиболее активных. Поэтому мы с удовольствием приняли приглашение руководства университета и мы сегодня проводим заседание. Сюда прибыли некоторые представители других регионов. Мы будем обсуждать пути совершенствования исторического образования в средней школе. Участники заседания обсудили важные проблемы гуманитарного образования и варианты их решения. Важной проблемой является интеграция региональной и локальной истории. Для Татарстана это очень значимый вопрос, поскольку у нас изучению региональной истории последние три десятилетия уделялось очень большое внимание. Помимо школьных учителей, в обсуждении принимали участие университетские преподаватели. Нужна встреча с учителями, практиками, для того, чтобы корректировать, улучшить в первую очередь весь комплекс учебных материалов, учебно-технических комплексов. Поэтому мы приехали на площадку университета. Мы здесь открываем кафедру специальную по новым технологиям образования. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ славится тем, что всегда приглашает самых разнообразных и разноплановых спикеров. О том, кто посетил ее на этот раз, в нашем следующем сюжете. 1 апреля в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации прошла встреча с Сергеем Дедковым, резидентом шоу «Стендап на ТНТ». В своем активе Сергей Дедков имеет опыт участия в большом количестве открытых микрофонов, а также в команде клуба веселых и находчивых «Сборная Запорожья». Также он принимал участие в «Рассмеши комика», ему удалось выиграть денежный приз. И прежде чем сегодня прийти сюда, посмотреть на него, я промониторила видео, в котором он принимал участие. Мне понравилась его подача, его юмор, его подход. Хоть и многие говорят, что у него очень колкий язык, хотя в целом не заинтересовала его подача. В ходе мастер-класса прошел интерактив со зрителями, где гости задали комику интересующие их вопросы. Также 2 апреля в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций состоялся телемост заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Мариной Боровской со студентами вузов России на тему «Новые возможности для каждого». Данный проект предполагает выстраивание системы непрерывного образования для взрослых. Ведомство создаст платформу-навигатор и набор сервисов с курсами и образовательными программами. Кроме того, будут проходить мероприятия по стимулированию самообразования граждан. КФУ принял республиканский этап конкурса «Китайский язык – это мост». Подробности в сюжете Александра Кулалаева. 30 марта на территории Института международных отношений прошел республиканский этап конкурса на знания китайского языка «Китайский язык – это мост». Кубок Института Конфуция был открыт как для студентов различных вузов, так и для тех, кто еще учится в школе. То есть мы среживаемся здесь с точки зрения и, например, грамматики, письма, и также в то же время и культурные стороны, знания китайского языка со всех сторон. В Кубке принимали участие более 10 конкурсантов, среди которых также были и приезжие из других городов Татарстана. Каждый получил свой номер и определен в одну из трех групп для участия в первом этапе. Событие же началось с приветственных слов организаторов и гостей мероприятия. И учиться чему-то новому всегда трудно, всегда легко, всегда сложно. Но эти усилия не так. Конкурс проходил три этапа, каждый из которых был нацелен на раскрытие умений во владении китайским языком и знаний восточной культуры в целом. В эти этапы входили монолог, письменный тест и номер художественной самодеятельности, в котором могли быть продемонстрированы танцы, песни, каллиграфия или что-то на собственный выбор конкурсанта. Основная идея конкурса – сближение двух народов и разрушение языкового барьера между двумя странами. Также каждый конкурсант имел возможность набраться опыта в использовании китайского языка в поседневной жизни, либо же раскрыть свои таланты в области художественной самодеятельности. Победитель же всероссийского этапа удостаивается звание посол китайского языка и культуры, а также получает возможность обучаться в китайских вузах и путешествовать по Китаю. Александр Кулалаев, Александр Юдин, Универньюз. На этом все. Смотри нас в социальных сетях. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok